Друзья, дорогие, всем добрый день! У меня лента окна. Я прибежал домой попить чай. И хочу с вами немножко поговорить. Такой блиц, небольшой блиц. Хочу задать вопрос в первую очередь огородникам, садоводам, прежде чем начну делиться своим откровением. Вот скажите, вы готовите, вы вспахиваете землю, вы оформляете грядки, вы все делаете, у вас земелюшка такая чистенькая, все чудненько, все замечательно. Потом вы берете семена, либо рассаду берете, благородную рассаду, благородные семена, все аккуратненько высаживаете там. Ну, я не огородница, но думаю, что там у вас и расстояние там, вы все это выдерживаете в чистую подготовленную почву. Вы высаживаете благородную культуру, благородную. И потом появляются сожняки. Откуда? Вы же их не высаживали? Вот у меня вопрос, это чисто вопрос, что вы по этому поводу думаете. Может быть, через ваши ответы я получу откровение свыше. А я хотела поделиться следующим. Дело в том, что, когда Господь все сотворил, дивно и чудно сотворил, во второй главе Бытия мы с вами читаем, что он еще и насадил райский сад и поселил туда человека, поместил туда уже сотворенного человека, после чего уже потом и сон был на Адама, и жену он ему потом привел. То есть там, хронологически, это очень интересная тема. Вот эти две главы Бытия, первая и вторая глава, практически это все, вся наша с вами жизнь от начала до конца, и появление, и грехопадение, и возвращение, и наша с вами смерть земная, и воскресенье. Все в этих двух главах. И вот я задумалась, знаете, над чем? Над тем, что одна из заповедей основных, которые дает Господь, плодитесь и размножайтесь, и мы уже с вами на эту тему говорили, относительно того, что дьявол здесь нам заправляет по поводу того, что у нас планета тут перепьет, это большое сильное население, все это, и понятно, кому это на руку там все пытаются нас, подсократить, не беря во внимание Божьи планы, тут у Лукавого свои планы. Человек ведется на эти планы. Ведется в каком отношении, то есть способствует всяким гадостям, потакая, демоническим силам, пытаясь все здесь вот вторгнуться в Божий промысел, но все равно ничего не получится, потому что все в первую очередь зависит от каждой отдельно взятой единицы, от человека зависит. То есть принимает он эту информацию или не принимает? Я ее не принимаю, никогда не принимала и никогда не приму эту информацию. Поэтому плодитесь и размножайтесь, сказал Господь. И населяйте, и наполняйте, и размножайтесь, и плодитесь, и еще раз, и еще раз, и еще раз. А вторая, как бы вот основная заповедь, которую я бы вот выделила, и о которой я это услышала, и в духе у меня настолько было все вот как-то принято, и я ликовала. Просто глядя на сегодняшних студентов, глядя на сегодняшнюю молодежь, мне далеко уходить не надо. Они все замечательные, они все хорошие. И они имеют право с шикарным вечерним платьем, они посмеялись, там им было очень смешно, когда я сказала, ну это же невозможно будет. Им было смешно, они меня смеяли. Я говорю, вы наденете, говорю, с вечерним платьем, с шифоновым, прекрасным, со шлейфом, ботинки на тракторной подошве. Да, оденем. Ну то есть как бы вот так. В моем понимании, я считаю, что это правильное понимание, потому что я там какая-то особенно, я считаю, что это правильное понимание, человек должен себя возделывать. Господь дал заповедь, вторая заповедь. Поселил, поместил в сад, и дерево познания добра и зла, и дерево жизни там было посажено, все там потом им все это, что он им сказал, это понятно. Но он дал заповедь возделывать этот сад. Единственное, что он сказал делать, это возделывать этот сад. Возделывать. Наверное, может быть, сейчас вот приходит мысль, я знаю, саду цвесть, я знаю, да, 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 то есть мы знаем с вами эти стихи. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. То есть откуда брали, откуда черпали наши поэты, наши музыканты, наши писатели, откуда? Все из Библии, все оттуда. Темы все оттуда. И получается, что если человек себя не возделывает, то есть культура переводится как возделывание, как мы заботимся, мы взращиваем и человек, то есть мы взращиваем реально морковку, турнепс, там, свеклу и так далее и пропалываем, потому что непонятно. Мне вот, мне чисто, чисто, мне понятно, откуда берутся сорняки. Это все понятно. И об этом есть притча, и Господь нам сказал, и подождите, говорит, время жатвы придет, говорит, там все, все потом уберут, все, что надо. Все эти плевелы, которые заполнили поле. Мы знаем с вами эту притчу. Я просто хочу послушать огородников и садоводов. С их точки зрения, откуда они берутся, если на грядки все вот чистота, все земелюшка. Все земелюшка, все чистенько, все замечательно. Как вы это объясните? Так вот, мы же, нас же сотворил Господь из праха земного, мы же из земли. В нас-то сколько сорняков, понимаете? В нас-то целая куча сорняков, мы погрязли. То есть, прилепляется вот это все одноразовое, начиная с этих, с крылышками, вот как это пошло, вот это засилие тогда рекламы, по-моему, вообще это было первое тогда. Такое засилие, сумасшествие совершенно рекламное. И сейчас все вот это липнет к молодежи, но это все одноразовое. Как это прокладка одноразовая, так и это все одноразовое. Тракторные вот эти подошвы, которые надевают с шифоновыми красивыми платьями. Ну, типа говорят, что, ну, это же стильно, это же симбиоз, это соединение стилей и так далее, и так далее. Я ничего в этом красивого не вижу, если вы видите, носите, ходите, делайте, что хотите. Вот, но мы же себя должны возделывать. Мы же себя возделываем. А почему тогда, я спрашиваю студентов, я говорю, а почему вы тогда не берете во внимание то, что было пятью годами ранее? Почему вы не берете моду пятью годами ранее? Семью, десятью, то, что насаждали тогда. Да, именно насаждали. Сегодня вот это. Потом это все выбрасывается, отметается. А настоящая культура, культура, мы говорим, человек, фу, как некультурно, да? Некультурный человек, он поступает некультурно. Почему он некультурно поступает? И молодежь сегодня, она говорит, что это ваша культура, которая была тогда, а сейчас у нас другая культура. Ну, в моем понимании, понимаете, это как раз засилие, вот это сорняковое засилие, которое нормальной культуре выжить не дает. Ей нужно просеивать, нужно пропалывать. Но тогда бы ничего ей не пололи, тогда бы ничего нет. Потому что вся вот эта дрянь, которая выползает наружу, она же давит нормальную культуру. Я не огородницу, но я понимаю это просто вот чисто семантически, что ее нужно выпалывать, потому что она давит, она не дает роста нормальной, благородной культуре, которая нам приносит пользу. И вкусовую, и витаминную, и так далее, и так далее, и так далее. Это все, кормит нас. Мы же сорняки с вами не едим, мы же едим благородную культуру. Так вот Господь-то завещал, понимаете, Он Адаму сказал, ты возделывай сад. Ты сад возделывай. И после грехопадения, понимаете, когда Он сказал, в поте лица будешь теперь все это, тогда это все было очень просто, это было по благодати, Господь, все, любовь, там все, все, он был в Духе Святом, он был постоянно в контакте с Богом, первый человек. Адам и Ева, они были все время в контакте с Богом, они его слышали, они с Ним разговаривали, они были все время в присутствии Духа Святого, все время. После грехопадения все, этой возможности уже не стало. И теперь нам нужно опять себя возделывать, то есть в поте лица себя возделывать. Все эти искушения, которым мы подвергаемся, на корню, так сказать, мы говорим, с корнем вырвать, вырывать с корнем, все это пропалывать себя, возделывать себя, чтобы облагородить себя. И только тогда в чистую благородную почву, в нашу с вами почву, при полном покаянии, при полном очищении, войдет Дух Святой, когда мы признаем свои ошибки, мы каемся в грехах и просим Господа войти в нас и жить в нас, потому что мы являемся храмом Бога Живого. Мы есть храм Бога Живого. И вот с точки зрения именно духовного, то понимаете, это все в Духе. Надо вообще все понимать духовно, а не материально. Вот по засилие сорняков, засилие человека, всякой дрянью, то, что значит сейчас утверждает, что и гомосексуалисты это хорошо, это нормально, они такими родились, представляете, такое сказать. То есть благородную культуру человека, которого создал Господь по своему образу, по подобию создал, потом говорят, что ну таким родился. Гомосексуалисты, эти педофилы, лесбиянки, и далее по тексту вся вот эта гадость, наркоманы, алкоголики, все, они такими родились, они такими родились. Мама с папой виноваты, это генетика и так далее, и так далее. Понимаете как? А че ты? Ну да. У нас же еще в Эдемском саду начались оправдания. И Ева сказала, а змей, которого ты мне сотворил, ты вот тут вот сотворил всех животных, он меня искусил. Адам сказал, ответил отцу, небесному Богу, что ты жену мне вот создал, вот она мне ей дала есть, она меня как бы вот на это дело подвигла. Все время оправдание, оправдание, оправдание. То есть и тут тоже, ну генетика же, генетика же. То есть человек не пропалывает себя, он не возделывает себя. Сойдет и так. Так вот задавит, понимаете, это все задавит. Это задавит и выдавит, и выдавит окончательно добрую культуру, просто вот изначально вот еще что-то там есть, все. А если уже там ничего абсолютно от человека не осталось, то есть культура все сгнила, ну тогда мы с вами все выдергиваем с корнем, включая и это. Происходит уничтожение для того, чтобы почву опять удобрить, для того, чтобы ее взрыхлить и посадить новое. И заниматься, и возделывать. И возделывать. Ну как-то вот так вот. Поэтому ряды вычищаются. Ряды вычищаются. И вот в духе мне понятно, что нам все время бесы, темные силы, сатана, которого сбросили с неба и за ним там увязалась еще добрая, нет, не добрая, что это я говорю-то добрая, приличная часть ангелов увязалась за ним. А в духе понятно, война идет какая. Но вот с точки зрения именно вот семантики, вот земля. Позадили все доброе и полезли сорняки. Вот откуда они взялись? А в духе понятно, откуда. В духе все понятно. А вот чисто вот так у меня вопрос. Вот, собственно, и все, что я хотела вам поделиться. Все, сейчас допиваю. Дивный чай. Дивный чай. Зеленый чай. Я вчера его заварила, вчера попила. Ой, какой же он дивный. И вот сегодня я с утра попила, и это уже третья чашечка. Просто чудо. Так что плодитесь, размножайтесь, никого не слушайте и возделывайте себя. И да поможет нам наш всемогущий Господь, Отец, Сын и Дух Святой, чтобы мы с вами сохранились доброй культурой. Доброй культурой. В радость, чтобы Господь мог нас использовать по своей воле. Именно по своей воле. А коли мы не добрая культура, сорняками вся задавленная, вырвет с корнем и сожжет, как и написано в Писании. Все, говорит, выдернем и сожжем. Ну, это правда. Это правда. Счастливо. Пока. Будьте благословлены. Продолжение следует. Продолжение следует...